МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. В начале короткая главная. 50 лет совместной жизни в любви и согласии. В управлении ЗАГСа чествовали семейную пару в честь Дня Семьи, Любви и Верности. Шесть золотых медалей. Триумфом сборной Дагестана в Сочи завершился чемпионат России по вольной борьбе. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Дагестана Владимиром Васильевым. Руководитель региона информировал президента о социально-экономической ситуации в республике. По словам Васильева, была прекращена выплата 6 тысячам лжеинвалидам. Пересчитана стоимость объектов дорожного строительства на 2,5 миллиарда рублей. Так, в результате принятых мер регион дополнительно получил в бюджет 7 с лишним миллиардов. Эти деньги, по словам Васильева, были направлены на решение важных проблем. В том числе и водоснабжение, газоснабжение и ремонт школ. Мы в этом году выделяем на 95 школьных автобусах средства из наших. Дальше 108 автобусы скорой помощи покупаем, 50 географических аппаратов. Продолжаем работу по проекту 100 школ, который в прошлом 2018 году сделали. И не 100, а 117 школ. Сегодня мы надеемся сделать 200. Мы 60 объектов возобновили строительство, 37 из которых более 5 лет были приостановлены, не решались. Это все были социальные объекты, и как только мы это стали делать, даже главы стали говорить. Мы теперь в глаза смотрим. Выделили средства мы в том числе на водоснабжение, миллиард 700 впервые. У нас большая проблема с качеством воды. Нет-то нет, у нас отравление происходит, к сожалению. Но мы надеемся, что около 500 тысяч человек в результате почувствуют качественное улучшение. Начали выделять средства, без объектов, мы не сделали никак. Дагестанец заработал около 55 миллионов рублей на незаконной продаже квартиры. Об этом сообщают в республиканской прокуратуре. В продаже жилья, нелегально построенном доме, подозревается житель Махачкалы. Установлено, что злоумышленник возвел на собственном земельном участке 60-квартирный многоэтажный дом, не имея разрешения на строительство. Самовольную постройку в последующем он узаконил в судебном порядке, а затем продал в этом доме 34 квартиры. Таким образом, мошенник получил при этом доход в сумме 55 миллионов рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Законопроект о статусе ополченцев 1999 года будет внесен в Госдуму уже в июле этого года. Об этом сообщили на заседании комиссии по уточнению списков, куда входят командиры и бывшие главы районов и сел, граничащих с Чеченской республикой. В ходе встречи также обсудили ряд вопросов, касающихся ополченцев. Присутствующие отмечали, что многое решается без подключения самих участников боевых действий. Это касается и формирования списка для присвоения статуса, а также организации мероприятий к 20-летию вторжения террористов в Дагестан. Депутат Госдумы Умахан Умаханов, который непосредственно регулировал ход заседания, поддержал ополченцев в их возражениях. По его словам, данные будут перепроверяться, так как в список могут попасть люди, которые воевали на противоположной стороне, а те, кто защищал республику, могут остаться без статуса. Отметим, что в предварительный список ополченцев вошли более 12 тысяч человек. В Дагестане появятся детские сады для детей от двух месяцев. Новые объекты будут вводиться поэтапно в течение трех лет. Таким образом, в 2021 году будет построено 59 ясли садов. Они смогут принять более 9 тысяч детей. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов будет выделено более 8 миллиардов рублей. На сегодняшний день в электронной очереди республики состоят более 2 тысяч детей от двух месяцев до трех лет и более 13 тысяч детей от трех до семи лет. Основной причиной больших очередей и нехватки дошкольных образовательных учреждений в Дагестане является высокая рождаемость. Помимо строительства новых учреждений, в республике предусмотрены мероприятия по возврату зданий, где и ранее располагались дошкольные образовательные организации и которые в настоящее время используются не по назначению. Новое оборудование получили сразу 32 детские поликлиники. Для укрепления базы медучреждений приобрели 305 единиц медицинской техники. В число вошли УЗИ-аппараты, офтальмологическое оборудование и электрокардиографы на сумму 312 миллионов рублей. В этом году детские поликлиники получат еще 70 единиц спецоборудования. Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. В канун праздника в Махачкалинском управлении ЗАГСа состоялась торжественная регистрация брака, но честовали не только молодоженов, но и пару, которая живет долго и счастливо друг с другом вот уже полвека. Подробнее в сюжете Карина Баталовой. Супружеская любви и верности, согласно плавающейся традиции, попрошу жениха одеть в вашей бранице. Торжественная музыка, белое платье и нескончаемый поток поздравлений. В канун Дня семьи, любви и верности молодожены решили оформить свой брак. Теперь межнациональной паре Кандауровых предстоит пройти рука обраку все радости и невзгоды. Хаджимурат Кумык, Хадиджа в прошлом Татьяна, русская. Но это не помешало молодым людям встретиться и создать семью. В отличие от новобрачных, пожениться Елене Гамзату Айдемировым было не так просто. 50 лет назад не все с радостью приняли новость о том, что дагестанец хочет жениться на русской. Но молодые были непреклонны и родители дали свое благословение. Теперь они празднуют золотую свадьбу и ни о чем не жалеют. Легко жить, когда рядом хорошие люди, хорошая супруга. Эти 50 лет проходят без всяких проблем. Очень многое зависит, когда хорошая супруга рядом. Так что мне лично в жизни повезло. Мне кажется, и моей супруге тоже. Он автомеханик, она учительница. Знакомы друг с другом с детства, росли в Буйнакске. С юбилеем их поздравляют близкие. Трое детей, восемь внуков и правнучка. Образцовый пример дагестанской семьи. И все же, чтобы создать столь крепкие отношения, как признаются Айдемировы, им пришлось через многое пройти. Любовь, доверие и терпение. Вот что всегда помогало по жизни. Если бы я не знала родителей ее, значит, Камзан все равно бы я не разрешила. Она благословила, а вот дец. Мы поженились, была свадьба в Украинске. Ну, потом, значит, я переехала, поступила. И он следом тоже со мной. Поженились. Ну, за. Люди наши, они все наши родственники. Напомним, что День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года. Но молодой праздник уже полюбился дагестанцам. Как отмечают в Махачкалинском ЗАГСе, в столице с каждым годом среди молодоженов все больше желающих заключить брак именно в этот день. Карина Баталова, Салман Гитихмаев, Новости ННТ, Махачкала. Подготовить школьников к ЕГЭ бесплатно. В этом малообеспеченным семьям поможет социально-образовательная программа волонтеры в знании. С начала марта профессиональные педагоги, а также студенты-старшекурсники ведут занятия в университетах республики. Напомним, что проект создан полуфиналистами Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Уже с сентября 2019 года планируется охватить не менее 300 детей из всех городов Дагестана. За помощью в формировании списков старшеклассников и инициаторы обратились в благотворительный фонд «Инсан», а также в Министерство труда и социального развития Дагестана. В этом году мы подготовили 28 детей пока, и уже можем сказать, что часть из них поступает в медицинский университет, в ДГУ подали документы, в Университет народного хозяйства. То есть они сдали ЕГЭ на баллы, которые позволяют подать документы, пройти до... Преподаватели готовят абсолютно бесплатно. То есть в этом и их волонтерство, в этом они и являются волонтерами. Мне подсказала моя классная руководительница, а я сначала пошел на общество, и мне понравилось там. Очень грамотно обучали, объясняли. Я наткнулась на это в Инстаграме, и сначала пришла на русский, мне очень понравились эти учителя, очень доходчиво объясняют, спрашивают все. Далее я пошла на химию и биологию обучаться. Нам преподавали учителя Дагестанского медицинского университета. Очень доходчиво, все по полочкам разложили, очень понравилось. Делегация из 15 регионов России и зарубежных стран в эти выходные посетили Дербент. Здесь для гостей организовали экскурсию по архитектурному комплексу «Цитадель Нарынкала». Самой древней мечети в России – Джума-мечеть и показали музейный комплекс «Дом Петра I». В ходе мероприятия туристы поделились своими эмоциями и выразили удивление зербентским гостеприимствам, которые им оказали. Нам нравится, как нас приняли. В первую очередь здесь гостеприимство, гостеприимство. Ну а потом вот эти вот экскурсионные мероприятия непосредственно. На следующий год обязательно уже сам по путевке приеду сюда. Работать и расти еще есть в Дагестане куда? Потому что Всевышним дано все – природа, горы, гордость, сильный народ, красивые девушки, женщины. Все есть для развития, для успеха, для того, чтобы вообще народ в Дагестане жить счастливо. Также делегация приняла участие в масштабном культурно-спортивном фестивале «Сабанту» и призванном укрепить узы дружбы между различными народами и субъектами страны. Он состоялся в возлюбленном туристами месте в городе Кизыл-Юрте на территории форелевого комплекса «Янтарная» близ реки Сулак. И о спорте. Триумфом сборной Дагестана в Сочи завершился чемпионат России по вольной борьбе. Воспитанники республиканских спортшкол завоевали в общей сложности 17 наград, 6 из которых золотые. Итоги турнира в сюжете Курбана Рагимова. Судьба золота в наилегчайшем весе решается за 30 секунд до конца встречи. В упорной схватке рамис Гамзатов уходит в отрыв. Чтобы догнать хасавюртовца, у чеченского вольника Муслима Садулаева не хватило ни сил, ни временем. Так, категория до 57 килограммов плотно закрепилась за учениками тренера Шемешемеева. Сейчас, честно, хотел обратно до одних. Ахамдуллах, получилось. 57 килограммов, это ученики Шемешемеева нас очередной раз радуют. У вас какая-то спецтехника, что у вас там? Не знаю даже. Завод по производству мухачи? Наверное, все говорят так. Шемеев ученики, 57 килограммов уже берут. Порядка 400 борцов из более чем 40 регионов. Схватки впервые проводят на четырех коврах. Победа в Сочи дает борцам шанс попасть на чемпионат мира и войти в круг претендентов на участие в Олимпиаде. Поехать в Токио мечтает каждый из участников. Схватки по накалу яркие и бескомпромиссные. Мы сегодня делаем отбор. Это подготовка к чемпионату мира. А далее уже к Олимпийскому. Следующий год у нас Олимпийский год в Токио. Поэтому главный тренер, тренерский состав, федерация в полном смысле этого слова занимается, чтобы посмотрели мы молодых и посмотрели тех, которые, наших ребят, которые у нас сегодня есть в тройке или в пятерке. Любой из них может попасть на Олимпийские игры. Рамис Гамзатов стал открытием этого чемпионата. Его по чемпо одержал Гаджмурад Рашидов. Каспичанин в финале уверенно взял верх над Тувинцем Начином Кулуаром. В весе до 74 килограммов доминирует Заурбек Сидаков. Однако такое положение дел не устраивает Магомеда Курбан-Алеева. Хасавиртовец проводит лишь третий старт в этой категории и уже сумел добраться до финала. Здесь он вырвал золото у Хетика Цаболова. Схватка двух чемпионов мира стала одной из самых ожидаемых. Публика бурно отреагировала на победу своего любимчика. В заключительный день копилка наград сборной Дагестана пополнилась еще тремя золотыми медалями. Причем в двух финалах дагестанские вольники встречались между собой. Магомед Расул Идрисов подтвердил статус лучшего в своем весе. В финале он был сильнее Рамазана Ферзалиева. Осенью Хасавиртовец попытается реабилитироваться за поражение на чемпионате Европы. Если честно, он очень такой сложный соперник. Мы уже с ним давно боремся, скилл наш, можно сказать. И друг друга прям, да, вот, очень хорошо знаем. Он меня, я его борьбу. Впрочем, состав, если честно, очень сильный был. Все готовые были, ребята, заряженные. Я очень хотел выиграть. Просто подряд, да, три турнира уже проигрывал. Но, начиная с Европы, как бы был особенный настрой, да, к этому чемпионату России. Ша, иншаллах. Посмотрим, дальше будем больше работать, чем обычно. Алихан Жабраилов и Магомед Курбанов встречались уже в седьмой раз. В этом равном противостоянии махачкалинский «Динамо» ведь все-таки сумел склонить чашу весов в свою сторону. Настрой был выиграть. Это мой принципиальный соперник, хоть мы с ним дружим. Мы уже встречаемся с ним в седьмой раз. Три-три был, и вот решаешь, я выиграл. Четыре-три. Конечно, мне очень приятно. У нас хороших. Два сбора было, мы все делали правильно, как нам указывали тренера. И, естественно, что, вот такой благоприятный для нас результат. Одноклубник Жабраилова Гаджин Абеев также принес Дагестану золото. Помимо шести медалей высшей пробы, дружина Сажида Сажидова завоевала четыре серебряные и семь бронзовых, что в итоге обеспечило команде уверенную победу в общем зачете. Я думаю, что все прогнозы сбылись. Даже, ну, немножко, может быть, у меня на подсознательном уровне были опасения, что чуть меньше будет. И, тем не менее, я думаю, получилось очень хорошо. Как мы и говорили на сборах, шанс был у молодежи проявить себя, и они проявили себя. Наш тренерский состав доволен. Думаю, и болельщики. Не огощает, что на 1-й год меньше, чем в следующей годах? Наверное, да. Ну, как сказать, отсутствие лидеров. И мы не подвели. Лидеров тоже мы не подвели. Количество медалей зато прибавилось. Теперь уже у нас 17 медалей. Хотя бы рекорд 14. Какой-то рекорд мы все равно побили. Курбан Рагимов, Магмед Расул, Магомедов, телеканал ННТ, Сочи. Дагестан гостеприимный. Из Уфы в республику с недельным визитом прибыли предприниматели, общественные и религиозные деятели. Цель визита – знакомство с горным краем и налаживание дружеских отношений. Гостей встретил бронзовый медалист Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Магомед Ибрагимов. Подробнее в материале моего коллеги Камиля Девятова. Вот эта медаль моя первая в моей жизни. Я где-то был в 99-м году, кажется, завоевал. И вторым стал чемпионат города в 39 килограмм. Вот эта медаль. Я специально ее хранил. Титулованный спортсмен редко дает интервью. А говорить о своих спортивных достижениях просто не привык. Но гостям, приехавшим в Дагестан из столицы Башкортостана, Магомед Ибрагимов с удовольствием рассказал, как становился его путь в одном из самых сложных и тяжелых видов спорта, как вольная борьба. Мир мечтает попасть на Олимпийские игры. То, что там медаль завоевает, просто попасть на Олимпийские игры. Туда попасть тоже это уже немалое дело. Мне удалось и попасть на Олимпийские игры, еще завоевать медаль тоже удалось. Это очень большое достижение для меня. Можешь сказать, все эти медали можно поменять на одну эту медаль. Дагестан спортивный и всегда славился своими спортсменами. Знакомство с борцом мирового уровня принесло гостям много добрых, позитивных эмоций. При въезде в республику, начиная с Кочубея, у нас получается, ну слава богу, получается такой интересный маршрут и изучение Дагестана уже в процессе. И вот сегодняшняя встреча тоже с нашими именитыми спортсменами, лицей Магомеда Идресевича, и тоже она входила в нашу программу. И думаю, что всем будет интересно, полезно, плодотворно. У башкирской делегации плотный график. Им предстоит встреча с министром туризма республики и руководством благотворительного фонда «Инсан». Шамиль Менигалиев отметил большую и плодотворную работу Дагестанского благотворительного фонда. И обмен опытом, несомненно, будет полезен, считает руководитель фонда «Салам». Задача была какая, то есть мы объединяем бизнесменов Уфе, чтобы совместно в дальнейшем проводить более масштабные мероприятия. И также с такой же целью приехали сюда, также познакомиться с руководством фонда «Инсан», чтобы перенять опыт, обменяться опытом и масштабировать наши проекты, увеличить помощь количеству людей нуждающихся. Данный визит в Дагестан не будет последним. Представители Башкортостана надеются на дальнейшее сотрудничество. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.